Продолжение следует... Саша, правей, правей. А, сюда. Так. Стой! Прррррр, стой! Здесь мы с вами расстанемся, товарищ Соколова. Согласно мандату, выделяю вам 10 пудов хлеба. По этой дороге доберетесь до станции, а там поездом и в Москву. Спасибо, товарищ Риотов. Только я бы попросила мне... Ясно, Андронов. Я? Даю тебе особое задание. Помочь товарищу Соколовой доставить хлеб по назначению. Товарищ Риотов, ну я же... За хлеб и за девушку отвечаешь головой, понял? Вот так. Ну, счастливо. Есть. Риотов удружил. Товарищ Риотов, а как называется станция? Товарищ Риотов, в городок. Товарищ Риотов, ну пошла, ну! Товарищ Риотов, ну пошла, ну! Другого нет, Гриш. Железная дорога ненадежна. Ты же сам убедился. А золото надо доставить нарком Финн. И как всегда, немедленно. Да, немедленно. Если поедешь через городок, будь осторожен. Эти двое поедут с тобой. Соляков. Машина. Есть. Демин. Не понял. Машина. Он помог нам взять банду Рябова. Но за это дорого заплатил. Если... Ну... Никаких если. Доставишь золото и вернешься. Все, счастливо. Пока. Как машина? Да барахлики. Зато бензина до самой Москвы хватит. Ну, уже кое-что. Как поедем? Ну, так. Поближе к железной дороге. Значит, через городок. Ну, да. Ну, вот, здесь и расстанемся. Не поминай лихом. Счастливо. Спасибо за все. Прощайся, Сличка. До свидания. Странный парень. Такой молодой, весь потухшим. Ему очень плохо. Еще бы. Он вчера домой переехал, а там пусто. Вся семья Тифа померла. Ни родных, ни близких. Один остался. Меня дам потряса. У mierды были раненны седьмой, чтобы не был... starters... дв dann иょ täфем. Ум... был выпуск дабилл był быхакá. Вы бы отдохнули? Что ты мне все выкорешь, словно мы буржуи какие? Может, и на ты, а я не привыкла. Не привыкла. Не нравятся мне твои замашки. Как-то тебя в комсомол приняли, в фродоотряд послали. Родичи у тебя кто? Отец врачом был. А мама актрисой. И потом сошли не комсомол как? Вот, я так и знал, так и чуял. Ну, ничего, ничего. Пока мы вместе, я тебя буду воспитывать. Но только в нашем пролетарском духе. Ну что ж, попробуйте. Ты мне этой буржуйской улыбочкой не улыбся. Не надо. Реутов удружил. Навязал на мою голову. Деникин там к Москве рвется, я должен с этой тут... Ну, куда пошла? Чертова баба. Ну как чуть-черт. Ага. Чертова баба. Ага. Саша Антипов. Коля Глодов, ты их знаешь? Ребята из продоотряда Реутова всех порубали. Ох, сволочи. Хватит, пора ехать. У нас нет времени. Ладно, давай я. Ты мне лучше скажи, почему до сих пор не в комсомоле. А я, Саша, когда образовался комсомол, уже была членом партии большевиков. Чего? Чего ты сказала? А? Брешешь! Ну, это как получается? Да так. Ну, как так? Я в партии с января семнадцатого. Семнадцатая, семнадцатая, девятнадцатая... Ну, ладно. Ну, пошла! Ну, пошла! Ну, пошла! Ну, ты, Оль, того, ну, за мою бдительность на меня не обижайся. Чего не обижайся? Ну, вот и ладно. Дэдэ, вы идите! Проходите. Садитесь. Извините. Горло прихватило. Дышу. Говорят, помогает. Чем могу быть полезен? Мне нужно срочно в Москву. Моюсь, барышня, что ничем не смогу вам помочь. Ближайший поезд на Москву ждем не раньше завтрашнего дня. Вот мой мандат. Нет, нет, нет. Вы посмотрите, как следует. Его мне вручил сам Луначарский. И, пожалуйста, не называйте меня барышней. Хорошо, Ольга Александровна, я не буду называть вас барышней. Но поезд от этого раньше не придет. Поймите, мы везем хлеб для детей-сирот. Они умирают от голода. Каждая минута дорога. Ольга Александровна, сейчас тысячи людей умирают от голода, от болезней. Если бы я мог, я бы накормил и вылечил всех. Вот стоит санитарный поезд. И раненых не могу отправить. Я попытаюсь для вас что-нибудь сделать. Спасибо. Стойте! Вы что же мне все откудаете? Еще... в царской сотне. Это лекарство. Его мне бабушка дала. Просто завернуть не во что было. Я вижу у вас ангина. Вы начальник станции Городок. Да, я. Я улыбаюсь. Я делаю термин. Я делаю термин. Я улыбаюсь. Тоже так. В июле! Мне интересно. Кажется, я тебе не поможем. Ты не можешь? Ставица, я делаю свои руки-то, Почините автомобиль, не удастся. Отправим поездом. Простите. Так что не беспокойтесь, товарищи. Располагайтесь. По-моему, я вас где-то видел. Не думаю. Когда первый поезд? Ожидаем. Завтра утром. Нам бы кипяточку. Сейчас организуем. Чаёк организуем. Здесь в соле сахарок. А там постели. Я переночую, телеграфист. Спасибо, Степан Игнатьевич. Располагайтесь. Помогите, ребята. Давай. Степан Игнатьевич. Степан Игнатьевич. Коля, что с тобой, Коля? На четвертом разъезде. Там, где ремонтные бригады взорвали рельсы. Что? Путь на Москву отрезан. Степан Игнатьевич. Все погибли. Коля, Коля, что ты говоришь? Белые. Откуда там белые, Коля? Белые, Степан Игнатьевич. Какие белые, Коля? Белые, Степан Игнатьевич. Продолжение следует. Редактор субтитров В. Поехали! Куда? Саша? Куда же вы, Саша? Давай, быстро! Помогай! Поехали! Сейчас, сейчас! Отпусти! Поехали! Поехали! Потерпи, товарищ! Я сейчас кого-нибудь позову! Не надо! Где немой? Борода! Механик где? Убийца! Саквояж! Саквояж где? Саквояж! Вот он! Золото здесь! Три слитка! Доставишь в Москву в наркомфин! А вы как же, товарищ? А я все! Кончился! Уходи! 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 Саша! Уходи! 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 Быстрей! Смотрите, они раздавят вас! Уходи! Уходи! Бросайте все! Бросайте все к чертову матери! Бежим! Уходи! 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 Братов! Иди сюда! Уходи! Что вы делаете? Куда? Ну что, назад! Тихо! Ну-ка, Саша, сбавь ход. Тут за поворотом полустанок. Надо посмотреть, может там белый или еще кто. Вот черт. Вроде никого. Ищем плеснек. Их всего четверо. Это мы сейчас мигом. Вы с Олей идите к дрезине, а мы с товарищем проберемся к вагону и перестреляем их, как куропаток. Не надо лишней крови. Я подойду к ним со стороны станции и поговорю с ними. Ты пробирайся по правому борту и будь наготове. Стреляй только в крайнем случае, ясно? Ладно. Подгоните дрезину поближе и ждите сигнала. Я с вами. Зачем это опасно? Держите. 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 Убилол вояка. Давай, давай. Шибче, ходи. Грухевал, сволочка. Ну что там? Гляди, утонешь. А вообще-то верно. Бей своих, чужие боятся будут. Хватит, Саша. Да и че? Так. Загоняй их в вагон и беги за дрезиной. Стой! Стой! А ну, руки вверх, сучье племя! Именем революции! Стой, не Саша, не суетит. Спокойней. Перестрелять их к чертовой матери. Давай их вагон. Ну, пошли! Была б моя воля, всех бы перестрелял. Контр. Я убила его. Война есть война. Слушай, какой поводок. Пути-то не размоет? Да тут не Зина, дальше легче будет. Вы спасли нас. Если бы не вы. А куда вы едете? Пока куда-нибудь подальше отсюда. А потом в Москву. Мы хлеб везем. Садись, можем ехать. А вы куда? Может, с нами поедете? Садись, браток. Ну, четвером веселей. Ну, вот и ладно. Вот оно, то место, где утром были белые. А вроде никого. Тихо. Слава Богу, никого. За работу. Через этот участок переберемся. Считай все. Дальше будет спокойнее. Раз, два, один! Прекрасно! Так и стоять! Держать! А то упадет, ноги отдавит. Тихо. А теперь аккуратно поставьте на землю. Глубоко вздохнули, выдохнули. Руки вверх. Исключительно для отдыха мышц. Руки! Исключительно для отдыха мышц. Роколики. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я твоих не испугаюсь, глаз, зараза! Лучше кончим этот разговор. Он у нас с тобой не в первый раз. Слушай, кто это? И что там у вас с поездом? Я по порядку, Аркадий Николаевич. Вчера это было, вечер. Вы уехали в городок, а я засел с хлопцами на путях и жду поезда из Москвы. И вдруг как рванет. Залез. Мы туда. И что видим? Пятеро господ офицеров в красном тылу взорвали железную дорогу. И лишили нас долгожданного поезда. Аркадий Николаевич, вы меня простите, пожалуйста, но я так рассердился, что троих на месте шлепнул, а двоих вот привел. Офицеры штаба 10-го казачьего кавалерийского полка. Поручик Морозов и подпоручик Смыслов. Еще забрали ящичек со взрывчаткой. Не успели использовать. Позвольте вам заметить, господин Мезенцев, в этом ящике находятся перекселиновые шашки. Без упаковок. Одна искра и все разнесет. В клочьях. Справедливое замечание. Терпеть не могу шуток со взрывчаткой. Никита, убери-ка ты ящик подальше. Сап, поставь его сюда. Великолепный импортный перекселин. С помощью такого я брал сейф в Орловском банке. Господа, товарищи, меня зовут Аркадий Николаевич Мезенцев. Возможно, фамилия вам моя знакома. Русская пресса часто упоминала обо мне в период между двумя революциями. Вооруженное нападение на почтовый поезд под Николаевым. Смелый налет на Харьковский банк. Приговоренный к смертной казни, опасный преступник Мезенцев снова бежал из мест заключения. И так далее, и так далее. Ну, а это вам уже знакомый Пашка Цыган, мой помощник и ученик, специалист по железнодорожным операциям. Ну, а это... У него все еще впереди. Хочу заметить, будучи далек от всякой политики, я совершенно безразличен к вашим взглядам и убеждениям. Белые, красные, анархисты и прочие интересуют меня лишь постольку, поскольку смогут помочь мне в приобретении материальных ценностей. Не откажусь от совета. Где, когда и каким образом я и мои ребята смогут отыскать эти ценности. Подумайте об этом, пока Паша мне расскажет все о вас. Хочу видеть вас в списках живых. А теперь перейдем к делу. Господа офицеры, есть несколько вопросов. Через несколько минут красные с легкостью заберут городок обратно. Вы далеко оторвались от тыла. И казаки обыскивают каждый дом. Кого? Или что они ищут? Зачем нужен был этот бессмысленный налет? И с какой целью были взорваны пути на Москву? Ну, начнем хотя бы вот с вас, поручик Морозов. Что вы по этому поводу скажете? Господин Мезенецов, я бы предпочел говорить наедине. Говорите, я слушаю вас. Но здесь не только ваши люди. Позже вы сами решили бы, что, может быть, не стоило оглашать то, что я сообщу. Говорите? Золото. Заткнуть! Вот ответ на все ваши вопросы. 60 фунтов золота в трех слитках. Полковнику Брагину стало известно, что вчера в городке остановились чекисты, едущие в Москву. Ну, ждущие поезда в Москву и везущие с собой золото. Брагин решил отрезать железнодорожную ветку, занять городок и забрать золото. Да. Опять одно и то же. Когда найдется хоть один поумнее? Ах ты, мразь! Сволочь! Унесите их и бросьте на опушку леса. Представляете, вокруг развелось так много бродячих собак, и они так гнусно воют по ночам. Должно быть от голода. А у меня болит голова и мучает бессонница. Продолжай, Паша. Вместо поезда гляжу, дрезина плывет. А на дрезине четверо. У господ офицеров хоть пара золотых колец нашлась. Ну, а эти красные ясно нищие. А, да, три мешка отборной пшеницы взяли. Вон у стены стоят. и саквояж с инструментами. А людишки такие. Зайцев Степан Игнатьевич, начальник станции городок, беспартийный. Соколова Ольга Александровна, старший воспитатель первого московского детского дома на улице Ордынки. Проживает там же член партии большевиков, откомандированный для доставки хлеба в детдом. Андронов Александр Евгеньевич, краснофлотец, комсомолец, сопровождает Соколову. Горбач Владимир Иванович, чекист, большевик, откомандирован домой на лечение. Имел наган с гравюрой лучшему чекисту от Дзержинского подпись. Что же вы, товарищ Горбач, Дзержинский вам наган дарит, а вы позорно бегаете от белых надрези. Нехорошо. Почему не умерли смертью героя, защищая город? Товарищи красные, вы все слышали о золоте. Что можете добавить на эту тему? С кого начнем? С меня. С вас. Говорите. Мне нечего сказать. Шутите? А вы видели, что произошло с предыдущими шутниками? Да. Вы что, не боитесь смерти? Ты посмотри, Паша. он даже не моргнул. Герой или сумасшедший? Если вы за Маузером, то не трудитесь, он разряжен. позвольте огня. Браво, Горбыч. С удовольствием. Вы мне определенно нравитесь. с удовольствием. Вы мне тоже. А теперь прикажите положить в ваш автомобиль три мешка пшеницы. Вы снова шутите? Нет, я не шучу. Посмотрите на мою правую руку. А теперь поднимите свои. пшеницы. Ну? Мне и моим друзьям терять нечего. Живыми вы нас не выпустите. А при малейшей попытке помешать мне, я взорву всех. Черт меня подери, Паша. Он сможет. Он сумасшедший. Ребята. Ребята. Этот человек держит нас в шахе. Не будем испытывать судьбу. Эроксилин скверная штука. Грузите мешки в машину и отойдите все подальше. Саша. Ну что стоишь? Сядь, ты. Отдай игрушку. Зайцев, лови. Держи. У вас есть 30 секунд, мязенцев. Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Саша! Иди сюда! Быстрей! Пошел! Ого! Пошел! Вперед, Горбач! Саша! Грибеньку, я вас найду! Саша! Грибеньку, я вас найду! Грибеньку, я вас найду! КОНЕЦ Казаки! Вернись! Казаки! Назад! КОНЕЦ 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 Скорее во двор! Нас загоняют! Скорее! Куда они подевались? Да где-то здесь. Надо искать. Это Саша! Это он уводит их. Скорее! Саша! 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 Вот он! Сюда быстрей! Ой, как вы нас напугали! Саша! 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 Заткай... Да! Уводи на ноги! КОНЕЦ Что с тобой, Саша? Что случилось, Сашенька, а? Саша, как же так, Саша? Ну, что же это, а? Что же это, а? 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 Саша! 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 Та, ты, Владимир Иваныч. Я бы ушел золотишком. У он свояси, тихо, спокойно, никого не тревожу. А теперь что? cetер rép!? co теперь делать-то будем? Ничего не будем делать. Отвезем золото в Москву. И сдадим. Конечно. Да не для того я столько муг с вами претерпел, чтобы вот так вот все взять да дать. Я не хочу, чтобы дети мои в сиротских домах росли. Я хочу, чтобы они в люди вышли, положение в обществе заняли. Тогда вам надо в другую сторону, Зайцев, к белым. Что вы, Оленька, белые давно все проиграли. Те, мил моя, всей душой за советскую власть. Пусть живет и крепнет. Но только грамм, он при боли власти грамм. И во все времена. Какая же вы мразь, Зайцев. Тифозная вошь. Вот вы кто. Хорошо, хорошо. Но еще что-нибудь. Еще что-нибудь, да похлеще. А то мне трудно так. Не могу я так. Ну, плюньте мне в лицо. Я вас не боюсь, Зайцев. И вы не посмеете это сделать. Нет. Ольга. Верно. Верно, Владимир Иванович. Вы правильно поняли. Я посмею. На, забирай. И проваливай. Скотина. Нет, это еще не все. Я убить вас должен. У меня нет другого выхода. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! КОНЕЦ Ты же убит! Я же стреляю в тебя, горбач! Ты мертв! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Ты понимай, я поступил подло, но ты давай поделимся. Возьми себе. Возьми себе один. Почему ты молчишь? Ты хочешь два? Возьми себе два. Но почему ты молчишь? Неужели ты хочешь все себе забрать? Нет, ты не сделаешь этого. Не сделаешь так. Почему ты молчишь? Давай договоримся. Подожди. Давай договоримся. Ничем на этого. Я понимаю, я подлец, негодяй. Ты же честный, благородный. Ты же не станешь стрелять в меня безоружного, беззащитного? Я жить хочу горбать. Нет! 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 Товарищ, товарищ, постойте! Откуда вы? Это неважно. Как ваша фамилия? Фамилия ваша как? Кто вы такой? Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Вы бы отдохнули? Что ты мне все выкорешь? Словно мы буржуи какие! Может, и на ты. А я не привыкла. Не привыкла. Не нравятся мне твои замашки. Как-то тебя в комсомол приняли. В фродоторят послали. Родичи у тебя кто? Отец врачом был. А мама актрисой. И потом, Саш, я не комсомол как? А? Ха! Вот! Я так и знал. Так и чуял. Ну, ничего, ничего. Пока мы вместе, я тебя буду воспитывать. Но только в нашем пролетарском духе. Ну, что ж. Попробуйте. Ты мне этой буржуйской улыбочкой не лыбься. Не надо. Реутов удружил. Навязал на мою голову. Деникин там к Москве рвется. Я должен с этой тут... Ну, куда пошла? Чертова баба. Демин. Соляков. Машина. Есть. Демин. Не понял. В машину. Он помог нам взять банду Рябова. Но за это дорого заплатил. Если... Ну... Никаких если. Доставишь золото и вернешься. Все. Счастливо. Пока. Как машина? Да барахлит. Зато бензин до самой Москвы хватит. Ну уже кое-что. Как поедем? Ну так. Поближе к железной дороге. Знать через городок. Ну да. Ну вот. Здесь и расстанемся. Не поминай лихом. Счастливо. Спасибо за все. Прощайся с личкой. Странный парень. Такой молодой весь потухшим. Ему очень плохо. Еще бы. Он вчера домой переехал, а там пусто. Вся семья тихо померла. Ни родных, ни близких. Один остался. А? Брешешь. Ну это как получается? Да так. Ну как так? Я в партии с января семнадцатого. Семнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый. Ну ладно. Ну пошла! Ну пошла! Ну ты, Оль, за мою бдительность на меня не обижайся. Я не обижаю. Ну вот и ладно. БД, войдите! Проходите. Садитесь. Извините. Горло прихватило. Дышу. Говорят, помогает. Чем могу быть полезен? Мне нужно срочно в Москву. Поехали. Боюсь, барышня, что ничем не смогу вам помочь. Ближайший поезд на Москву ждем не раньше завтрашнего дня. Вот мой мандат. Нет, нет, нет. Вы посмотрите как следует. Его мне вручил сам Луначарский. И, пожалуйста, не называйте меня барышней. Хорошо, Ольга Александровна, я не буду называть вас барышней. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, ну, пошла. А ну пошла. А ну, пошла. Вперед! Проезжай. Я догоню. Саша, правей, правей. Сюда. Стой! Здесь мы с вами расстанемся, товарищ Соколова. Согласно мандату, выделяю вам 10 пудов хлеба. По этой дороге доберетесь до станции, а там поездом и в Москву. Спасибо, товарищ Риотов. Только я бы попросила... Андронов, даю тебе особое задание. Помочь товарищу Соколовой доставить хлеб по назначению. Товарищ Риотов, но я же... За хлеб и за девушку отвечаешь головой, понял? Вот так. Ну, счастливо. Есть. Риотов удружил. Товарищ Риотов, а как называется станция? Городок. Городок. Ну, пошла! Ну! В такую погоду, по таким дорогам, и в этом автомобиле другого нет, Гриш. Железная дорога ненадежна. Ты же сам убедился. А золото надо доставить нарком Финн. И, как всегда, немедленно. Да, немедленно. Если поедешь через городок, будь осторожен. Эти двое поедут с тобой. Вот другой... Эти двое поедут с тобой. Этот представляет собаченNot on rotзи. Вы rebоженload Fill с доставой. Эти двое поедут с тобой. С learn how восстановок? Эти двое поедут. И плюс вы не верны. С白о единот с frightфа. Эти двое поедут с того, на стообость с корабль. Саша Антипов, усилек, Коля, Коля Глодов. Ты их знаешь? Ребята из продоотряда Ревотова всех порубали. Ох, сволочи. Хватит, пора ехать. У нас нет времени. Ладно, давай я. Ты мне лучше скажи, почему до сих пор не в комсомоле. А я, Саша, когда образовался комсомол, уже была членом партии большевиков. Чего? Чего ты сказал?